Поддержка регионов в сфере науки, здравоохранения, развития социальной инфраструктуры, дополнительные выплаты и льготы для семей с детьми. На решение социальных проблем было ориентировано послание президента страны Владимира Путина Федеральному собранию. За оглашением послания внимательно следили в регионах. Еврейская автономная область не была исключением. Глава государства заявил о мерах материальной поддержки беременных женщин, матерей и отцов в одиночку воспитывающих детей, единовременных выплатах на детей школьного возраста и обязательном возмещении стоимости путевок в детские лагеря. Также Владимир Путин обратил внимание на ситуацию в здравоохранении и поручил в ближайшие три года поставить в населенные пункты Российской Федерации 5000 машин скорой помощи. В объявленный год науки и технологии России государство до 2024 года направит на научные исследования более 1 триллиона рублей. Также 750 миллиардов рублей будет выделено на строительство 1300 новых школ. Все инициативы и поручения были поддержаны региональной общественностью и властью. Прямо радует. Это большой социальный блок для поддержки всех слоев населения. К этому сегодня вернется губернатор Раслав Ирощич уже с Москвы. После послания мы соберемся правительством, еще не раз прослушаем послание президента, разберем то, что называется по всем запятым, как это можно применить на территории у нас. Вот, допустим, для меня было очень важно, что президент начал с национальных целях, целей, с наших принципов основных, на которые мы должны строить вообще все взаимоотношения и нашу жизнь. И еще очень важно было то, чтобы сегодня президент в своем послании проанализировал работу, такую мощную работу в период пандемии, когда мы столкнулись, и поблагодарил всех тех, кто вывозил все это, а самое главное – благодарил врачей. Выступление было, конечно, построено на тщательном анализе проблематики всей российской территории и людей. И красной нитью проходила, конечно, поддержка семей с детьми, беременных женщин и детей непосредственно. И, ну, что меня поразило, вот как просто, знаете, проведение такое, это те проблемные точки, особенно в нашей области, которые касались этой компенсации за летний отдых. Сейчас впереди у нас летний отдых, а одновременно с доплатами школьников, представляете, если в семье двое-трое школьников, какое это облегчение для родителей и возможность развития для детей. Для меня ключевым словом был человек. Вся его жизнь, и президент очень четко проговорил, что нужно сделать для того, чтобы человеку в России жилось хорошо. Это, во-первых, достаточный средств для того, чтобы воспитать ребенка. Это элементарные вещи для того, чтобы его собрать в школу. Это поддержка молодых мам для того, чтобы они могли спокойно взращивать молодое поколение России. Очень много положительных инициатив было озвучено именно для населения. Это поддержка семей, это социальные выплаты, это поддержка одиноких родителей. Это немаловажная часть, роль государства, именно поддержать матерей, отцов, которые в одиночестве воспитывают детей, особенно многодетных. Было озвучено очень много выплат, которые будут произведены в ближайшее время. Я считаю, фундаментальной частью послания является помощь регионам в развитии их инвестиционных инициатив, а также компенсация затрат на инфраструктуру. Я считаю, это создать серьезный фундамент для развития нашей еврейской автономной области. Мы должны не упустить этот шанс и, естественно, воспользоваться по максимуму всеми теми финансовыми возможностями, которые сегодня предоставил нам президент в своем послании. Ежегодное послание президента федеральному собранию – это набор задач и управленческих решений, которые направлены на улучшение жизни людей на ближайшую перспективу. Большинство моментов, озвученных в послании, актуальны для еврейской автономной области, сообщил губернатор ЯО Ростислав Гольштейн, приглашенный в столицу вместе с главами других регионов. По его словам, работа по исполнению поручений президента Российской Федерации начнется в ЯО в самое ближайшее время. Ольга Тимченко, Денис Листюхин, Новости 21.